Советский Союз внес решающий вклад в разгром гитлеровской Германии, в спасение Европы и мира от коричневой чумы. И с огромным сожалению мы наблюдаем сегодня множущиеся попытки переписать историю Второй мировой войны, переписать ее итоги, которые закреплены в приговоре Нюрнбергского трибунала и в уставе Организации Объединенных Наций. Поэтому мы будем и далее последовательно противодействовать подобным попыткам. Они несут в себе не только, так сказать, идеологический заряд, но и преследуют цель перекройки унаследованной после Второй мировой войны системы международных отношений, цель подрыва основополагающих принципов уставов, таких как суверенное равенство государств, невмешательство в их внутренние дела, урегулирование всех споров мирным путем и уважение права народов самим определять свою судьбу. И вот эту архитектуру сейчас наши западные коллеги пытаются раскачать, пытаются подменить международное право, универсально согласованные документы, универсально одобренные документы, некими правилами, на которых должен быть, по их оценке, основан миропорядок. Эти правила вырабатываются отнюдь не в универсальных форматах. Это узкие группы, прежде всего, западных стран. Там принимаются различные решения. И затем эти решения предъявляются всему остальному миру как универсально и обязательно применимые. Вот, например, вместо того, чтобы в рамках ООН решать все вопросы, где представлены все точки зрения, наши западные коллеги выдумывают площадки, которые вынесены за рамки Организации Соединенных Наций. И вот в конце года американские коллеги объявили проведение саммита демократии. Они сами будут определять круг приглашенных, то бишь степень демократизации того или иного государства, и сами будут определять повестку дня. Потом, у меня нет сомнений, все это будет предъявлено как истина в последней инстанции, и все остальные отстающие страны, которые не могут называться развитыми демократиями, должны будут воспринимать это как руководство к действию. Аналогичный процесс пару лет назад запустили французы и немцы, выдвинув инициативу Альянса мультилатералистов, то есть многосторонников, многосторонщиков. Когда мы у них спросили, а почему не делать эти все дискуссии, не организовывать их в ООН, казалось бы, что может быть более многостороннее, чем организация с уникальной легитимностью, в которой представлены все страны мира? Нам ответили, да, но далеко не все понимают многосторонность правильно. Поэтому мы хотим обеспечить Альянс эффективных мультилатералистов. А на вопрос о том, почему же нельзя все-таки в кругу всех стран мира такие вопросы обсуждать, президент Макрон, например, сказал, что отстающие не должны сковывать инициативу передовиков. Вот эти подходы, они однозначно показывают желание отойти от равноправных начал международной системы, которая основана на уставе ООН. Ну и когда Советский Союз распался, государства Запада стали активно продвигать идею о том, что теперь мир окончательно определился. Политологи типа Фрэнсиса Фукуяма назвали тот период концом истории, имея в виду, что коммунизм и все другие альтернативы либеральному миропорядку, либеральной философии отныне и вовеки больше не существуют. Ну и вы помните, многие из вас наверняка помнят, как наши западные коллеги присвоили себе титул вершителей судит мира, стали продвигать свои методы ведения международных дел, по сути дела экспорт демократии осуществлять, навязывая, в том числе и силовым путем другим народам чуждые им ценности, чуждые им рецепты. И мы видели, как жертвами такого рода линии стали многие страны, это и Югославия, и Ирак, Ливия, Сирия, ну и кульминацией такого курса на подстраивание под себя тех или иных ситуаций, без учета мнений других заинтересованных стран, стал государственный переворот на Украине в феврале 2014 года. Там на Западе предпочитают сейчас не вспоминать, что Германия, Франция, Польша, ваши соседи, были гарантами достигнутого соглашения между тогдашним президентом Януковичем и оппозицией. Но когда оппозиция буквально наутро совершила государственный переворот, немцы, французы и поляки отказались от своих гарантий, по сути дела санкционировав захват власти ультра-националистами, неонацистами. И цель, конечно, была абсолютно ясной, создать у границ нашей страны очаг напряженности, зачистить, так сказать, пространство на Востоке для его последующего геополитического освоения. Философия тех деятелей, которые тогда поддержали украинскую революцию достоинства, в кавычках, как они ее называют, а на самом деле вооруженный государственный переворот, хорошо характеризуется следующим примером. Еще в 2004 году, когда на Украине был первый Майдан, и тогда тоже было противостояние власти и оппозиции, Евросоюз выступал посредником, и тогда из Брюсселя звучали заявления о том, что украинский народ должен сделать выбор, с кем он, с Европой или с Россией. Этот менталитет никуда не делся. То же самое произошло и в 2013 году, когда созревали условия для государственного переворота, когда Украина взяла курс на подписание соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, и мы обратили внимание наших украинских соседей на то, что целый ряд обязательств, которые Украина взяла бы на себя в рамках соглашения с Евросоюзом, они бы вступали в противоречие с обязательствами Украины в рамках Содружества независимого государства, прежде всего в области торговли. Потому что в СНГ существовала и существует, кстати сказать, зона свободной торговли, а для товаров из Европы Россия согласовала при вступлении в Всемирную торговую организацию достаточно серьезные, комфортные, защитные тарифы. И если Украина, как развивалась тогда ситуация, подписалась бы под нулевые тарифы в торговле с Евросоюзом, то мы бы вынуждены были защищать нашу границу с Украиной от европейских товаров. Мы по-честному предупредили президента Януковича о том, что есть такая вот история, проблема, которую нужно каким-то образом урегулировать. И в частности предложили провести трехсторонние консультации Еврокомиссия, Украина, Россия, чтобы выработать общеприемлемый подход и чтобы никто не понес ущерба торгово-экономического. Еврокомиссия высокомерно заявила, что она не собирается с нами обсуждать свои отношения с Украиной. И в качестве примера сказала, «Вы же, россияне, не обсуждаете с Брюсселем свои отношения с Китаем?» То есть вот эта арогантность, эта высокомерие, оно глубоко сидело и продолжает, к сожалению, сидеть в многих политических деятелях современной Европы. Ну и потом, когда Янукович просто-напросто в этой ситуации попросил на санмите так называемого Восточного партнерства отложить подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом, отложить, не отменить, для того, чтобы он лучше разобрался в том, какие будут торгово-экономические последствия для его страны, тогда Запад поднял Майдан и стал активно требовать изменений курса. И Майдан был как раз организован в русской философии либо Украина с Европой, либо Украина с Россией. Это тупиковая логика, к сожалению, по-прежнему вот это вот или-или сохраняется в Брюсселе. Мы видим это на примере того, как сейчас они продолжают действовать на Украине, как они организовывали, прям напрямую вмешиваясь недавние парламентские выборы в Молдавии, ну и во многих других действиях. А нам они говорят, как вы знаете, мы хотим иметь нормальные отношения с Россией, но сначала пусть Россия извинится и изменит свое поведение. Мы, европейцы, ничего менять не будем, потому что мы, так сказать, образец демократии. Но тем не менее.